друзья приветствую вас это выпуск выходного дня анализ и прогноз движения курсов валют на предстоящую неделю так но хотел бы обратить ваше внимание на два очень важных факторов которые будут рулить следующую неделю ближайшее время во-первых фрс начало сокращать баланс этот процесс пошел с начала июня этот процесс идет когда деньги которые фрс выделяет виде различных инструментов ликвидности они не оказывают должного воздействия на экономику соответственно то есть сокращение баланса это сжатие денежной массы в некоторой степени и меньше денег которые можно привлечь на фондовый рынок соответственно такой процесс он приводит тому что ближайшее время мы скорее всего увидим корректировку на фондовых рынках возможно эта корректировка будет сильной может быть пока не очень до осени вот ниже график вот это все естественно грамм канала моего ниже график как ведет себя smp при снижении баланса фрс то есть как только баланс начинает снижать сразу smp начинает корректироваться и здесь у нас может получиться схожая картина даже несмотря на фоне такого задерга рост баланса фрс вот как только здесь развернулись то smp вполне тоже может развернуться разворот smp это соответственно разворот всех рынков вниз разворот всех рынков вниз это разумеется укрепление доллара и ослабление всех валют включая рубль против доллара но вот еще такой момент смотрите друзья вот baltic драй неукротимо растет baltic драй это стоимость фрахта морского фрахта вот он уже дошел вообще просто долгосносного высот как будто кризиса не было все восстановилось и так далее прошел кризис нет не прошел почему он не прошел ранее показывал вам диаграмму о том что при весь 19 год происходило падение мировой торговли то есть этот процесс он развивается постепенно как цунами вот сейчас он развился перешел в острую фазу и разумеется таким быстрым движением стоимости фракта морского нельзя сделать вывод о том что кризис купировался такой рост baltic драй скорее всего связан с тем что по сути все эти индексы связанные с морскими перевозками они торгуются на бирже специальной ну либо сами бирже либо какие-то либо сами индексы либо контракты которые с ними связаны форвардные там и так далее и на фоне ожидания выхода китая с карантина и основных стран экономик ожидалось что будет этот индекс расти сделали ставку соответствующие операторы вошли в этот индекс сейчас этот индекс хорошо вырос и скорее всего от от текущих значений но может быть от 2000 он начнет корректироваться и вполне возможно что его движение будет на тысячу может быть и ниже то есть по факту фиксации прибыли который я думаю будет где-то в диапазоне от 1700 до 2000 мы увидим проседание этого индекса и соответственно он будет двигаться где-то к 1000 может быть даже ниже это будет связано чисто с финансовым с финансовой ситуации что по сути на этот индекс на его рост делали ставку как только прибыль зафиксирует он тут же начнет проседать потому что разумеется никакого восстановления экономики да вот этих уровней которые были ранее при такой стоимости на текущий момент нету и когда она будет пока неизвестно то есть это технический отскок который связан с тем что были привлечены капиталы финансовые инструменты связанные со стоимостью этого индекса и поэтому рост baltic драй это конечно хорошо это позитивно не надо обольщаться что если мы вот выросли выше 1500 по кризис закончился и все хорошо нет это технический отскок на фоне движения капитала и сейчас будет корректировка и скорее всего просадка и так перейдем к следующей важной составляющей это индекс доллара индекс доллара это по сути движение мирового капитала недельный таймфрейм что мы видим здесь у нас по сути идет сейчас вся битва вокруг сильного уровня 97 35 не дают ему просесть вниз здесь разворотная формация произошла по факту тестирования вот этого диапазона он сюда не вернулся здесь он торговаться не стал он чуть-чуть забежал выскочил это говорит о том что наиболее вероятный сценарий это все-таки закрепление сначала выше 97 3 и потом отсюда пойдет рост индекса доллара цель движения первое она находится вот здесь 2 находится вот здесь я думаю на новой неделе по факту наступление июля месяца полугодие заканчивается квартал заканчивается по итогам квартала и особенно полугодие начисляются бонусы многим управляющим особенно сша это касается по результатам работы соответственно все завязаны на том чтобы рынке стоили дорого на момент закрытия полугодия и вот после того как этот момент произойдет наступит новое полугодие вполне возможно даже более вероятно что начнется просадка и пойдет движение капитала в доллар это пройдет тому что индекс доллара на следующей неделе или через неделю сходит вот сюда вот я думаю это наиболее вероятный сценарий и если он пробивает красную линию которая проходит вот здесь по этому значению мы увидим следующий цикл движения который ведет вот сюда вот в этот диапазон ну и такое движение доллара будет сопровождаться ослаблением основных валют в доллару сша это раз и будет сопровождаться тем что будут проседать и возможно падать фондовые рынки особенно и меджин макс так на поднивки мы видим что он закрылся выше сильного уровня здесь я думаю до среды будет проторговка где-то в этом диапазоне хождение прождение потом может быть во вторник вечером может быть среду может быть четверг может быть в понедельник через неделю но когда уже неделя отстреляется все закроется чтобы страху не наводить народ начнется движение первая цель которого будет вот эта красная линия диапазон если вот этот цикл движения будет быстро пройден по скорее всего следующий цикл движения вот сюда вот также может быть пройден достаточно быстро если здесь будет проторговка постепенное движение потом здесь проторговка то скорее всего последующий цикл движения вот сюда к этому значению он также будет не быстрый постепенный плавно вот возможно ли откат то есть пробой вот этого сильного уровня и возврат вот в этот диапазон да такое возможно но вероятность этого события на не очень велика потому как если фрс начал сокращать баланс то скорее всего это означает риск of а соответственно уход из рисковых активов это в большинстве случаев подавляющем большинстве это укрепление доллара но разумеется почему я говорю не всегда подавляющем большинстве потому что периодически возникает ситуации когда начинается раскаляться между основными показателями как правило раскаляться она не длится долго но тем не менее чем больше людей ждет что раскаляться будет закончена тем дольше она продолжается поэтому сценарий когда будет укрепляться евро и другие валюты доллара он имеет место быть но вероятность такого события она на процентов 20 или 30 процентов 70 80 то что мы около 1 июля и далее начнем движение по укреплению доллара к другим валютам так мы в общем то ключевая валюта который соотносится с долларом это конечно же евро евро вот это месячный таймфрейм на самом деле вот здесь вот ранее в марте начался разворот по росту евро доллара однако вот здесь что-то пошло не так этот разворот вам ну скажем так не в полной мере скорее всего реализуется по-хорошему цели движения евро доллар это одна целая 1630 и 1 целый 23 вот эту цель мужем мы конечно кольнуть еще движение сюда мне кажется маловероятно то есть скорее всего на новой неделе до 1 июля наверное состоится движение может быть вот на 115 может быть даже будет какой-то вынос исходим на одну целую 1630 хотя это маловероятно скорее всего либо от текущих значений либо может быть после задерга на одну целую 1417 евро на счет проседали к доллару так мы вот недельный таймфрейм собственно говоря у нас неделька закрылась от мы находимся в проторговки хотя здесь ранее произошел разворот евро не пошло расти вот но опять же то есть вот эти два дня до среды вполне как бы может быть какое-то движение вверх потом я думаю наиболее вероятный сценарий это просадка евро доллару первые цель движения это на целый 1065 если здесь не начнется проторговка и не задержится то следующее движение которое пойдет его цель будет 1 целый 08 65 если здесь не закрепится пробьет то пойдет на 1 целый 06 33 про паритет я пока не говорю то есть паритет евро с долларом и даже чтобы евро стало дешевле доллара это вопрос который произойдет случае обвала но уже когда просто рынке будут падать не знаю там по 10 по 20 процентов день тогда несомненно евро доллару тоже посыпется но пока здесь скорее всего то есть понедельник вторник движение наверх потом плавненькая просадка вот куда-то сюда потом возможно далее движение вот сюда вот в этот диапазон так но если смотреть по дневному таймфрейму то что у нас здесь получается у нас разворотная формация и отсюда весьма вероятно движение цель которого будет сходить на 1 целый 1312 может быть может быть на 1 целое 14 отсюда вот куда-то но здесь как бы это вполне как бы коррелирует с текущей ситуации что до среды может евро отрасти к доллару а потом скорее всего пойдет тестирование сначала уровня 1 целое 1181 и по факту пробой диапазона вот этого диапазона и закрепления разовьется движение сначала будет движение вот сюда отработаем вот эту голову и плечи которая не отработалась и потом отсюда развернется движение цель которого будет вот этот диапазон по дневному таймфрейму вот соответственно началом недели я думаю скорее всего будет рост евро и потом пойдет просадочка концу недели либо уйдет в боковик и уже через неделю в понедельник когда июль начнется уже полнофункционально с первого дня недели мы увидим просадку евро к доллару я думаю такой сценарий наиболее вероятен но опять же подчеркну это моя точка зрения и соответственно пусть я как и любой человек могу ошибаться главное здесь в этой бурно меняющейся среде вовремя менять стратегию тактику когда меняется направление движения и соответственно здесь невозможно попадание сто процентов еще раз обращаю ваше внимание итак друзья 4 часовой таймфрейм давайте посмотрим ну читали 4 часовой таймфрейм здесь вообще очень мощный и по 4 часовому таймфреймом и в ближайшее время должны сходить сначала 1 целый 1310 и потом сходить вот сюда вот в этот диапазон то есть вот этот вот это движение которое здесь 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 инициировано оно должно завершиться движением куда-то сюда ну и соответственно если будет пробой вот этого значения вот этого диапазона то предстоящий в начале недели рост евро доллара он не состоится вот на такой тоже возможно потому что здесь есть несколько путей несколько сценариев вот я думаю более вероятно это движение сначала вот сюда и потом куда-то сюда а потом уже будем корректироваться в общем то здесь четырехчасовой график он вполне коррелирует с дневным так но далее наши все это рубль-доллар дневной таймфрейм как вы видите мы заперты были в проторговке вот смотрите здесь я думаю наиболее вероятно будет тестирование вот этого диапазона это уже в понедельник во вторник развернется до среды я думаю скорее всего резкого движения вверх по доллару не будет кроме как в понедельник сыпанется китай но вероятность такого события она не очень велика поэтому я думаю где-то до среды мы будем соответственно вот где-то в этом диапазоне гулять даже расширенный вот эта красная линия и вот эта оранжевая линия а потом уже среда же у нас выходной день либо уже вечером во вторник начнутся события связанные с укреплением доллара либо это произойдет возможно даже с гэпом в четверг утром когда доллар откроется ростом здесь еще остается под вопросом нефть но я думаю что высока вероятность что нефти после среды она начнет снижаться в среду и после среды соответственно то есть первая половина недели у нас боковичок вот здесь вот в этом диапазоне я не думаю что пойдет укрепление рубля пробой вот этого диапазона и далее такое событие возможно пробить и вот это уровне движения ниже по доллару и укрепление рубля но его вероятность не очень большая более вероятно что отсюда после проторговки возможно в понедельник скорее чем вот этот диапазон по тесте может быть будем где-то вот в этом диапазоне находиться и потом уже либо во вторник вечер либо в четверг я думаю будет наиболее вероятность сценарий пробой этой линии и движение сначала сюда потом отработку этой цели который уже давно висит и манит к себе неукротимо так ну далее рубль евро рубль евро дневной таймфрейм здесь все как бы закалякано зарисовано линиями уровнями но смотрите здесь ситуации следующий у нас по сути евро рубль было по торговка набор позиции и сейчас в общем-то открыт портал для движения цель которого вот этот верхняя граница вот сюда сходить и потом двигаться в направлении 80 с половиной ближайший цель это 80 с половиной движение по укреплению рубля к евро возможно она будет в случае пробития 77 50 77 45 но такой сценарий я думаю он менее вероятен нежели чем рост евро против рубля так ну вот четырех часовой график евро рубль tomorrow что могу сказать вот смотрите в понедельник у нас на открытии если не будет пробоя вот этого диапазона на объеме то отсюда состоится наверно какое-то укрепление рубля к евро возможно даже понедельник вторник мы будем наблюдать движение вот сюда вот в этом диапазоне вот этой коричневой линии до этой оранжевой линии если в понедельник с утра мы пробиваем вот этот диапазон на открытие это пробить идет на объеме то здесь цель движения первое это закрепление выше этого уровня и потом после пробития 78 72 цель движения будет находиться на 79 25 и тестирование на пробой 79 55 здесь пошло очень мощное движение сильный импульс вот соответственно этот импульс сейчас должен как-то скорректироваться а скорее всего понедельник вторник будет корректирующий откат и потом во второй половине недели мы увидим продолжение роста если китай начнет сыпаться уже в понедельник то соответственно мы понедельник уже увидим не движение вот сюда вот в этот диапазон а скорее всего уже сразу евро к рублю начнет расти евро к ходит более волатильно нежели доллар к рублю вот и даже в том случае когда начнет расти индекс доллара и евро доллару будет ослабляться я думаю все равно как бы ну это не приведет к тому что евро рубль к евро будет укрепляться скорее всего здесь рост будет все равно продолжаться может быть будет боковик но все равно более вероятный сценарий это рост евро против рубля и этот процесс я думаю он активизируется во вторник вечером в четверг и в четверг так на дали ена к доллару сша ну смотрите по и не у нас была цель движение вот сюда вот эта цель пока не закрыта соответственно по отработке первой цели пошел откат вот сейчас соответственно и на доллар находится по торговке диапазон который сто шесть с половиной сто семь и шесть здесь с учетом того что возможно наиболее вероятный сценарий это рост индекса доллара то соответственно в этой ситуации мы уже как бы в июле начиная с июля месяца увидим пробой вот этого верхнего диапазона и цель движения и на доллар находится вот здесь вот в районе 109 и 3 и следующая цель движения это 111 вот этот сценарий не будет реализован в том случае если здесь пойдет отбить я то есть вот этот уровень не будет пробит соответственно тогда получается у нас иена доллар находится вот в этой проторговки в этом боковике и соответственно неделю или две скорее всего будет продолжаться движение в этом боковике возможно конечно пробитие нижней границы боковика вот этих вот значений если такое происходит то сразу открывается движение цель которого сначала потестить 106 и случае пробития на объеме 106 движение евро доллар будет проходить на 104 7 и потом 103 такое движение с одной стороны вероятно с другой стороны сейчас все-таки я думаю будет идти тренд на укрепление доллара к основным валютам поэтому наиболее вероятный сценарий это на новой неделе тестирование на пробой вот этого значения и случае пробоя движения первая цель этого движения будет вот сюда вот 109 и 309 и 5 4 часовой таймфрейм доллар гена подтверждает эту же закономерность скорее всего движение будет вот сюда и здесь будет пробой вот этой крышечки возможен короткий задер в случае отката вниз и пробоя 106 75 здесь тогда нарисуется движение цель которого будет 106 половиной 106 и 3 и потом скорее всего из этого диапазона состоится отскок движение к верхней границе пробой и рост цель роста по 4 часы веку 1 это 100 108 и случае закрепления здесь начнется пошаговое движение сначала на 108 4 конечная цель здесь движение скорее всего она будет возможно реализовано концу недели это 109 с половиной так далее британский фунт доллару сша недельный таймфрейм здесь у нас много интересных целей наверху по укреплению доллара к фунту однако сейчас у нас достаточно парадоксальная картина сложилась одной стороны он падает с другой стороны он сейчас пытается развернуться и сходить к верхней границе по торговке 1 целый 25 вот здесь если пойдет все-таки пробой на целый 2251 то мы отсюда увидим движение цель которого будет сходить на 1 целый 21 она целый 2050 вот сюда вот в этот диапазон пока здесь более вероятно отскок от значения достигнутого либо еще укрепление доллара и цель движения здесь все-таки наверно будет где-то вот здесь проходить то есть фунт должен ослабнуть до вот такого значения вот я думаю это перспектива ближайшие 1 и 2 недель хотя вот опять же он здесь достаточно сильно смотрится и здесь даже наверное более вероятно движение среднесрочной перспективе в этом диапазоне так на поднявки вот у нас идет ослабление фунта к доллару цель этого ослабления ближайшая цель это движение на 1 целое 2281 потом 1 целый 2182 и соответственно здесь вот пока не будет пробить и 1 целый 2065 отсюда возможен отскок и соответственно рост фунта против доллар но если вот это значение будет пробита то отсюда разовьется движение цель которого будет одна целая 1613 возможно даже одна целая 1407 но если оперировать четырехчасовым таймфреймом то здесь разворотная формация и это разворотной формации я думаю она весьма вероятно будет понедельник вторник реализована соответственно здесь отскок по укреплению фунта первая цель движения находится 1 целый 2422 если здесь закрепляется то следующая цель движения будет 1 целый 2519 но если пойдет пробой 1 целый 2311 то это приведет тому что фунт будет продолжать снижаться против доллара так но я думаю здесь в начале недели мы увидим корректирующий отскок по укреплению фунта 1 целый 2423 сюда движение возможно маловероятно я думаю вот где-то отсюда потом уже там в четверг в среду мы увидим скорее всего снижение фунта к доллару равно как иены к доллару и евро к доллару так но далее гривна к доллару сша но смотрите гривна здесь на недельном таймфрейме она вот ходила в ближайшем прошлом в диапазоне 2683 2652 соответственно высока вероятность того что на новой неделе мы увидим движение на 2705 вот сюда вот к этому диапазону возможно конечно будет укрепление гривны к доллару это произойдет в том случае если мы увидим пробой 2654 2646 вероятность такого сценария думаю она не очень большая скорее всего здесь будет поступательное движение вверх и цель движения 1 находится 2688 и есть более высокие цели которых полно но ближайшие которые наибольшей степени притягивает тошнее не ближайшая уже более скажем так долгосрочном точнее среднестрочные по 2768 и вполне возможно что концу недели или в начале то есть через неделю когда уже какой там будет июля шестое мы увидим движение вот сюда вот и даже выше укрепление доллара гривне так далее казахский тенге к доллару но смотрите здесь картина она очень схожая то есть у нас вот цикл укрепление тенге с гривны очень похожи в чем-то похоже с рублем судя по всему он вот здесь вот завершился то здесь пошел набор позиций и укрепление тенге к доллару будет только в случае пробития значение которое 395 394 сейчас такое событие маловероятно скорее всего мы будем в начале недели наблюдать боковик 399 до 404 и соответственно потом так же как и российский рубль после среды мы увидим пробой 406 и движение первая цель 426 427 следующая цель укрепление доллара к тенге это 445 так мы вот дневной таймфрейм указывать на то что здесь все-таки произошел разворот доллара а он то подтверждает и ближайшая цель по факту пробития 406 и три это 413 8 414 то здесь скорее всего в начале недели если поднебесная не завалится сразу с нефтью на пару то мы увидим движение вот в этом диапазоне консолидационным и потом соответственно вторник вечер среда там четверг пробития верхней границы и отработка сначала этих целей и вообще как бы через неделю то есть через понедельник когда уже июль полноценно начнется я думаю скорее всего куда-то сюда его отправить на 447 возможен конечно сценарий движения вниз по укреплению тенге к доллару и здесь случае пробой 396 мы увидим движение на 380 на такой сценарий я думаю сейчас маловероятен может быть какой-то задерг прокол вот этого сильного уровня но потом скорее всего пойдет откат и укрепление доллара к тенге так на далее турецкая лира как она себя подозрительно ведет такое ощущение что и вот искусственно сдерживают наверно так оно и есть потому что по сути у нее должно реализоваться движение цель которого 7,25 однако видимо здесь и тормозят не дают ей выстрелить ну да здесь вот судя по всему какие-то действия предпринимаются центробанком видите идет поджать и загнали ее в диапазон но из этого диапазона в любой момент может быть выстрел пробития уровня 691 после этого она полетит ну 725 в легкую если пробьет 727 здесь уже будет просто космическое движение вот здесь конечно возможно такой сценарий когда там какие-то действия будет предпринимать турист турецкий центральный банк случае пробития 676 мы увидим укрепление цель которого будет 667 666 в перспективе пробития вот этого значения могут до укреплять его до 644 и потом следующая цель движения это 6,11 однако судя по тому как здесь развивается событие здесь идет в общем по по сути уже на ручном тормозе сдерживание девальвации лиры вот и поэтому ближайшее время отсюда может быть очень сильный выстрел первая цель по которому 725 вот тут как бы идет борьба уже не на шутку по сдерживанию курса национальной валюты поэтому лера вот исходя из этого графика она смотрится наиболее адвантажно по сравнению со всеми остальными валютами ну и вывод я хотел сказать по поводу лиры что как бы доллар или лучше вообще не играться в эту валютную пару помимо того что она ну скажем так у нее ликвидность не очень большая здесь во первых может быть вы нас ну понятное дело что на это хочется сделать ставку потому что здесь какое-то самое движение может быть мощный ух но тем не менее здесь возможно какие-то очень сильные манипулятивные действия со стороны турецкого центробанка и поэтому здесь перед движением наверх может быть сначала очень сильный заделка вниз поэтому как бы но с такими вещами мне кажется лучше не связываться и вообще с учетом вот этого движения и от лиры и от активов которые номинированы в лирах мне кажется лучше держаться подальше потому что здесь ситуация она какая-то совершенно такая нерадужная с моей точки зрения может быть я конечно ошибаюсь но я вот ливой никогда не занимался не планирую заниматься и вам не рекомендую все спасибо за внимание